Эта история не удивила бы никого, происходя на сейчас, или как максимум в прошлом веке. Но это случилось почти 8 столетий назад. Средневековый Дели, череда суровых правителей, прошедшие рабство, тяжелые войны, имеющие огромные гаремы, и вдруг появляется она. Разия Султан была из династики Пчакского происхождения, Шамсия. Воспетая в легендах, нарушающая вековые порядки, дерзкая и храбрая, хрупкая и мечтательная. Кипчакская царевна на индийском престоле. Индия была под управлением королей, которые не просто являлись мусульманами, они были тюрками со степи. Кипчаки играли большую роль в мировой политике 13-14 века. И тут ночь еще при жизни сказал о том, что преемницей, так сказать, его станет Разия Бегим. Глава первая. Династия дилийских султанов. Когда-то над этим беломраморным надгробием возвышался внушительных размеров купол. Дели. Одна из древнейших мусульманских гробниц на территории Индии. Дань дочери в памяти отца. Это могила Илтутмыша. Он правил с 1211 года по 1236 год. Приемный сын Айбака. Во многом его судьбу повторивший правителя дилийского султаната Кипчака Айбака или Айбека Кутту-Паддина еще ребенком продали в рабство. Но воспитывался он наравне с сыновьями хозяина, известного судьи. После его смерти наследники не стали, согласно завещанию отца, освобождать юношу. А снова отправили на рынок невольников. Последний султан династии Гуридов не только выкупил Айбека, но и сделал наместником Дели. У них не было классовой системы. Успех в обществе зависел от возможностей человека. После смерти султана в 1205 году Кутуб-1 объявил о независимости Дели от Гуридов и основал новую династию. Мамлюкские традиции – традиции династии рабов. Это самые демократичные династии, когда раб мог стать королем. Дели и Север Индии были составной частью дилийского султаната, который был основан Айбек-ханом. Он правил недолго. Загадочным образом жизнь Кутуб-1 прервалась не на поле боя, а на конном поле. Султан очень увлекался этим видом спорта. Тюрки его называли чоуган. Порядком расширившееся по территории наследство оставить было некому. Три дочери и сын, который политикой совершенно не интересовался. Почти сразу нового султана потеснил на троне зять. Илтутмыш был знатного тюркского рода, но в детстве его продали в рабство, а выкупил его Айбек. И затем судьба мальчика резко изменилась. Кутуб-1 воспитал его как сына. Илтутмыш и стал ему таковым. Женился на одной из дочерей дилийского султана. Туркан-Хатун была образована, знала несколько языков. Шамс-1 и Илтутмыш контролировали огромные территории от Инда до Ганга, включительно с Бенгалией. Шамс-1 границы оставленного Айбеком государства раздвинул еще шире. И политику тестья продолжил. Султанат расцветал на глазах. Илтутмыш много занимался строительством, покровительствовал наукам и искусству. Когда кипчакские мамлюки создавали дилийский султанат, центром этой империи был Дели. Все чаще султана Илтутмыша мысли печальные не покидают. Как и Айбеку, трон оставить не на кого. Несмотря на все старания учителей и родителей, все три сына выросли представителями, как сказали бы сейчас, золотой молодежи. Принцев интересовали лишь развлечения. Сыновья были от разных жен. Он не особо доверял тому, что тот или иной из его сыновей сможет там правильно править и расширить далее территорию, пределы дилийского султаната. И только дочка радует. Кутупаддин Айбек внучкой тоже наверняка бы гордился. Умница, красавица, прирожденный дипломат и, что удивительно, бесстрашный воин. Точная дата ее рождения в истории письменно не зафиксирована. Ученые предполагают, что Кипчакская царевна появилась на свет в 1205 году. Обучили Розию наравне с братьями. Но в отличие от принципов, она мастерски владела и оружием, и государственным делом, и литературным словом. Она еще увлекалась сочинением стихов. Любимица отца Россия не ладила с матерью. Нарядом, драгоценностям и прочим женским радостям предпочитала охоту до верного коня. Эта женщина, вопреки мусульманским традициям, не носит мусульманскую одежду, а одета в мужские шальвары, доспехи, короткостриженная. И, в общем-то, все это вызывало определенные сопротивления. Странно, но Розия была не замужем, а была ей уже за 30. Историки расходятся во мнениях, или год рождения установлен неправильно, или, что не характерно для того времени, отец дал принцессе право самой выбирать будущего мужа. Про нее говорят, что она была красивой женщиной. И единственной мусульманской правительницей, объявленной наследницей еще при жизни царствующего монарха. Султан Иль-Тутмыш находил в ней признаки силы и храбрости. Хотя она была девочкой и жила отдельно. А когда Иль-Тутмыш вернулся после завоевания Гвалиора, он направил к Розии своего советника, который был главой правительства, и в письменной форме назвал ее наследницей королевства и своей преемницей на троне. Сирадж Аддин Аль-Джузджани. Табакат и Насири. Решение Иль-Тутмыша, разделившие дылийский султанат после его смерти, на две части. Апрель 1236 год. Тюркская знать не пожелала признать правительнице девушку, на тот момент даже незамужнюю. На трон возвели старшего сына, почившего султана. Персонаж, вошедший в историю историями своих прогулок. Так, разгоряченный вином, принц, как правило, верхом на слоне отправлялся на городские рынки, разбрасывая серебро и золото. До дел государственных ему дела не было. Правило султанатом мать Туркан-Хатун, которая стала избавляться от других наследников. По версии арабского путешественника Ибн-Батуты, когда принц был в мечети, Разия, надев нищенские одежды, забралась на крышу и обратилась к людям. Мой брат Рукан-Аддин уничтожил нашего другого брата, а теперь он задумал извести со света и меня. Она напомнила также людям о справедливости, щедрости и благотворительности своего отца. И людская лавина ворвалась в мечеть, схватила Рукан-Аддина. Разия сказала, убийца должен быть убит. Бахрия Учок. Женщины-правительницы в мусульманских государствах. Она смогла разоблачить заговор своего брата. У них одна мать была, Туркан-Хатун, и его потом, впоследствии, казнили. Новый султан не смог удержаться на престоле даже несколько месяцев. Ноябрь 1236 года. Пятым правителем дейлийского султаната стала Джалаад-аддин Разия-султан бинт Ильтутмыш. Глава третья. Владычица эпохи. Разия-султан была великим монархом. Она была мудрой, справедливой и щедрой. Благодетелем своего королевства, проводником правосудия, защитником подданных и лидером армии. Она была наделена всеми качествами, достойными царя. Но она не родилась мужчиной, и по этой причине, по оценке людей, все эти добродетели были бесполезны. Сирадж-аддин Аль-Джуз-Джани. Табакат и Насири. Именно этого ей так и не простили. Но о грустном позже. Пока она первая женщина-султан и достойный правитель. Вступив на престол, Разия возродила лучшие традиции отца и деда. Привлекла в султанат ученых, художников, поэтов, архитекторов. Многие исторические памятники, в том числе и мавзолей отца, во время ее правления строились. Известна Разия Бегим в истории, как правительница, имя которой было известно на территории всей Центральной Азии, Ближнего Востока, потому что она была прозвана кормилицей мира. Казна пополнялась монетами с новой чеканкой. Опора женщин, владычицы эпохи, султан Разия, дочь Шамсаддина Ильтутмыша. Золотой период в истории султаната давался ей нелегко. С раннего утра и далеко за полночь судопроизводство, государственное и военное управление, она возглавляла военные походы лично. С одной стороны, она умела договариваться с элитой, а с другой стороны, она очень удачно использовала распри между отдельными правителями аделистского султаната, в смысле, наместниками. В Индии основу военной армии составляли темным образом хачевники выходца из тюркских племен. Поэтому, естественно, если вы смогли выстроить какую-то систему отношений с большим количеством тюркских племен, причем самым большим по своему племену, то вы, априори, получаете огромные военные преимущества. И все же ей не удалось сломать стереотипы. Раздражение от действий слишком независимой правительницы нарастало. Противную кампанию ей составили же те же тюрки. И среди них оказались как раз-таки те, кто был недоволен ее образом жизни. У нее было несколько фаворитов. Несмотря на слухи, эти фавориты не были ее возлюбленными, считают ученые. Просто верные подданные. Одного из бывших рабов Альтунию за безупречное выполнение обязанности султанша одарила территориями и крепостью. Другого возвысила до звания эмира Хаджиба, проще говоря, церемонии мейстера. Особое недовольство о знати вызвало назначение представителя не тюркских кровей, эмиром эмиров. Самый высокий титул после ее собственного. Тюркские командующие ревновали к тому, какие почести воздавала безродному эфиопу, из-за которого ее и свергли с престола. Окрыленная успехами, она словно перестала замечать ненавидящие взгляды. Их стало еще больше, когда Розия окончательно сменила свой гардероб на мужской. И даже стала появляться в таком обличии перед народом. Люди часто видели свою правительницу на слоне, вооруженную луком и стрелами. Когда тюркские эмиры видели, как эфиоп Джамал Аддин Якут подсаживает султана на слона, они приходили в ярость от зависти и распускали о ней всякие слухи. Возможно, что между Розией и назначенным ею эмиром эмиров не было такой близости, на какую намекали эмиры. Однако они использовали это назначение как серьезный повод для подрыва авторитета султана Розии. В конечном счете это обернулось плачевно как для Розии, так и для Джамал Аддина Якута. Бахрия Учук. Женщины-правительницы в мусульманских государствах. Первое восстание было поднято наместником в Лахоре. Но она без кровопролития, благодаря только дипломатическому таланту, разрешила этот конфликт. Не успев вернуться в Дели, Розия отправилась с войском в восставшую провинцию, ту самую, которую она подарила Альтунии. Человек, которого она назначила губернатором и считала своим верным сторонником, предал ее. Удача отвернулась от Розии. Эфио поджимала Аддина Якута, убили. Она сама попала в плен. Эпилог. Из пленницы супруги. Почти четыре года официально и, что немаловажно, фактически султан Розия держала в своих руках управление огромной державой. Державой, где она была любима своим народом, преданная теме, на кого так рассчитывала. Один из которых тот самый Альтуния. Впрочем, было ли все так однозначно? Может, дело в мужской ревности? Потому что, согласно историческим данным, вскоре Розия и Альтуния поженились. Его очаровала вообще та политика, которую проводила Розия султан. И уже вместе они отправились отвоевывать свое королевство. Супруги султан Розия и Альтуния. Об их чувствах десятки легенд сложены. И это любовь отдельной истории. Продолжение следует...